Коллеги, у нас работает микрофон? Да, да, да. Слышно? Слышите. Ну что ж, рада всех приветствовать в нашей медиагруппе. И сегодняшний наш гость удивительный человек, потому что я впервые вообще не знаю, о чем пойдет разговор. Мне кажется, разговор безумно интересный. Поэтому у меня нет слов, кроме как я с огромным удовольствием представила Валентина Небедева. Что мы говорим в ближайшие дни пробок в космосе и с удовольствием заставляю слово ему в нашем медиагруппе. Наши правила, журналисты все знают, они задают свои вопросы с помощью нашего помощника. Где помощник? И с микрофоном. Все остальные у нас пишут записки. И слово нашему гостю. Спасибо огромное, что вы согласились. Ну вот я только название увидел. Еще маленький-маленький нюанс. У нас есть два совершенно потрясающих приза за два лучших вопроса. Это книга нашего гостя. Написанная в космосе. Мне она точно не достанется. В космосе я написал две книги. Одну это «Жизнь о жизни в космосе». Это дневниковые записи. А вторая книга это «Материал научных следов». А почему? Потому что много времени готовился. И хотелось все-таки понять и поделиться, как складывается жизнь. Второй валет у меня был длительным. 211 суток на орбитальной станции «Людсель». Было две экспедиции посещения, несколько грузовых кораблей. Ну и хотелось разобраться во всем. Потому что у нас много патетики связанной с космосом. И вот эта журналистика, особенно во период Советского Союза, и сейчас тоже самое продолжается. Очень все это поверхностно представляет. Ну вот вы видите, если сегодня говорят о космосе, то вот они столько летают, вот там прилетели такие иностранцы, прилетел еще кто-то, вот там кто-то женился или собирается жениться, они развлекаются в кегре и так далее. А вот содержательной стороны, содержательной, вот ее очень мало. Вот есть даже два журнала, такие «Новости космонавтики» и «Российский космос». Если тоже взглянуть, то в основном идет разговор о, будем говорить, самой технике. Но ведь в космос поднялся человек. Потому что вы сами представляете, создать беспилотную технику значительно и дешевле, и надежнее. Потому что человек надежность не повышает, особенно присутствие человека. Ведь очень много систем, которые должны его обслуживать. Система жизнедеятельности. Да и сам человек тоже там живет, дышит, перемещается, вот ошибается. А автомат сделать, ну вот видите, вот работа, наша работа, луноходы, это самое, немного меня, они, наш, это самое, корабль, он на 16-й взял лунный грунт и возродил на Землю. Ну вот американцы, по Марсу это ходят, их марсоходы. Все это автоматы. «Викинг» улетел даже, вообще закрепил даже Солнечную систему. Это все автоматические аппараты. И надежность у них уже измеряется там, будем говорить, десятилетиями. Они довольно работают и на огромных-огромных расстояниях передают ценнейшую информацию о космосе, о планетах, вообще тех процессах, которые происходят в дальнем космосе. Ну а человек, мы все время говорим, вот знаете, у нас все время такой поверхностный взгляд, вот человек. Ну хорошо. Первый поезд совершили, может быть, Юрий Алексеевич Гагарин, представитель нашей огромной великой страны, Советского Союза. Мы все были огромным, огромным восторгом, все. И в то время, конечно, вот этот сам факт, что мы первые, так же как первый искусник, это было самое главное. Ну я тогда был, я, во-первых, в летном училище, это самое, учился, поступил в 59-м году после школы, в Оренбургском, тоже училище, которое заканчивал Юрий Алексеевич Гагарин. Вот, но потом было сокращение вооруженной силы. И я вернулся в 60-м году, значит, тогда авиацию Хрущев разгонял, он все решил авиацию заменить ракетами, вот, и много, очень, очень много летчиков, это самое, летных училищ было закрыто, вот, и мы вернулись, это самое, домой, ну и куда-то дальше я хотел связать свою жизнь с паре с авиацией, ну, поступить в школу летчик-воспытателя. И поступил в Московский аэрционный институт и сразу стал летать на, в аэроклубе, в начале центральном аэроклубе Чкалово, это в Тушино, а потом уже в подмосковных аэроклубах, там, Карабчеево, Серпахо, вот, и так вот, когда закончил институт, когда учился в институте, ну, и у меня тогда, это самое, у нас был прекрасный преподаватель Анастасия Николаевна Лубенко, она участница войны, она пригласила двух героев Советского Союза, Емельяненко и Арсеньев, и вот, когда они рассказывали о войне, первую статью я написал тогда, об этой встрече в нашей студенческой газете «Пропеллер», где написал о Емельяненко, потому что его спас летчик, я сейчас честно говоря, не помню фамилии, лейтенант, и когда в Краснодарском крае, пока Емельяненко был Камэцком, его подбили, он сел на штурмовике, и немцы уже бросились туда, на своих машинах, чтобы его, это самое, захватить в плен, то эскадрилья вошла в круг и стала прижимать их. И вот этот молодой лейтенант, он пошел на посадку, я просто представляю, действительно, это мужество, что спасти командира, и он, это самое, посадил машину, подрулил к нему, и вышел ему, командир, улетай, но он говорит, нет, это самое, он на это не пошел, а сзади пилотской кабины был лючок, где этот самый противопожарный бачок размещался, ну и Емельяненко поездок был худой, они выбросили этот противопожарный бачок, он туда залез, в общем, они взлетели, вышли, потом этот лейтенант был награжден и так далее. И вот это, конечно, меня поразило, принять такое решение, когда вот там это самое, и пойти на такой, это самое, риск, все, и спасти командира, конечно, это действительно, это подвиг. А мы, здесь вот я вижу людей, которые близки ко мне возрасту, мы счастливые люди, мы росли на примерах. Вот я рожден во время войны в 1942 году, и после, значит, когда пошли в школу, у нас же вся литература, мы же зачитывались, у нас прекрасная литература, конечно, много было, помимо школьной программы, так, вот учебников, там, Вольфов, там, Чарова, там, это самое, и так далее. Вот мы, конечно, это самое, увлекались военной тематикой, потому что рядом были наши родственники, родители, которые участвовали на войне. Вот, и вот это состояние подвига, оно у нас очень, конечно, мобилизовало, и устремления были наши, мы формировали нас, у нас был культ не только книг, у нас был культ спорт, вот какие-то, вот, сиди воспитать такие вот, хорошие, такие качества, потому что хотелось подражать от этого. Сейчас, конечно, молодежи очень тяжело в этом отношении. Вот, ну, и тогда ребята сказали, говорят, а вот у нас Валитинова там летает, не мог бы он это самое, вот, стать космонавтом. Кстати, я забыл сказать, среди них был журналист Семенихин, Геннадий Семенихин, это журнал «Авиация и космонавтика», и он ездил с нашими космонавтами, он первый за границу, вот, ну, и он, ему, конечно, неудобно было отказать, и он на это самое сказал, пусть напишет, я написал заявление, конечно, никуда оно не пропало, это заявление, вот, но вот такой толчок был дан, и, значит, такой толчок был дан, и потом институт стал меня как-то по линии комсомоловы меня рекомендовать. Стали обращаться в ЦК комсомола, вот комитет комсомола, потом уже обращались к Каманину, то есть это интересная такая дорога, я говорю, время было такое хорошее, люди, как-то, знаете, люди чувствовали помысл молодежи, вот, Петр Григорьевич Гончар у нас был, начальником военной кафедры, он был главным инженером у Каманина, потом только, вот, в результате вот этого устремления я вдруг узнал, что он друг Каманина, и он тоже подключился к этому, вот, у нас был Осипенко, герой Испании, это муж Осипенко, летчица, знаменитая, вот, генерал-лейтенант, то есть окружение было таких людей, секретарь парткома был у нас, разведчик бывший, так, на самом прочем, такие мощные личности, вот, ректором был Иван Феевич Абрасов, академик, вот, и вот, вот такой был толчок там, да, и у меня стал коллектив, как-то вот, он уже, знаете, какая-то ответственность появилась, что вот, со мной, мне как-то поверили, мне как-то предложили, вот, он приехал, Гагарин к нам в мои, там много приезжало, институт наш знаменитый, приезжало много космонавтов первых, вот, и меня познакомили с Гагарином, и вот я студентом пятого курса, это самое, знаете, удивительное, студентом пятого курса, меня Петр Георгиевич вызывает и говорит, ну, давай, говорит, езжай в поликлинику военно-воздушных сил, это на Пироговке, на комиссию, вот, и я туда поехал, и вот, это самое, это, возглавлял комиссию, Константин Федорович Бородин, это председатель был Центральной Бородиной комиссии, генерал-майор медицинской службы, вот, и я спускаюсь, это самое, такое, такое, в подвальное такое примещение, и смотрю, там, старших лейтенантов, человек, там, десять, в той системе сидят, а я опоздал минут, наверное, ну, не знаю, на десять, не помню, в общем, меня полковник заводит к нему, Константин Федорович, это, конечно, удивительный, интеллигентный, удивительный, просто приятнейший человек, потом я с ним уже близко познакомился, у меня сохранилась даже его записка, когда он у меня дальше уже рекомендовал в госпиталь, снег, вот, и он говорит так, молодой человек, еще раз опоздайте, можете всего больше не переживать, ну, и еще предупредили о том, что никому, вот здесь вы с товарищем будете общаться, никому не говорить, ради чего вы здесь проходите, но среди этих ребят я вдруг увидел, с кем я учился, они уехали, ну, не уволились, нам был такой выбор, кто желает поступить в Челябинское, штурманскую челюсть, вот, и я увидел двоих знакомых и друг друга спрашивали, я говорю, я там летаю в Центральной Аэроклубе, там прохожу комиссию, они торчат мне там, в общем, мы в такую какую-то непонятную такую игру играли, в общем, правду не говорили о том, что мы проходим комиссию в космонавте, вот, ну, что я вам скажу, уважаемые, по всей своей это самое, то, что я в летную очередь, вот так в жизни бывает, я человек по натуре очень эмоциональный, вот, и вот эта самая сила своей, наверное, так уже природной такой психики, я очень реагирую на необычные такие вещи, вот, воспринимаю, мне надо пропустить это через себя, через голову, через душу, вот, осознаю там серьезность и так далее, в общем, так же, как в летное училище, когда я поступал, то в Мытищинском, значит, в Мытищик было областное, это самое, комиссариат, и там проходили комиссию, помимо районного, у меня запроковывали, у меня подскочил пульс, подскочил пульс, он был небольшой по нынешним временам, 84 лета, жара была, вот, и говорят, ну, народу, что были конкурсы в летную училище, огромные, я вам скажу, у нас, когда в Дубках, под Оренбургом, где мы, полторы тысячи было пацанов, собрались в палатке, и на палатках писали, там, Москва, Минск, там, Киев, там, в общем, все города, на Велосибирск, это самое, кто откуда приехал, еще, это время такое было, тем более, авиация, авиация только становилась реактивной, все это дело, что вообще была, вот такая романтика, любовь, это самое, к небу, тем более, до войны, вы знаете, все в комсомоле дают, там, комсомол в небо, там, призыв, вот такой, в авиацию, вот, и меня сбраковали, и вот, представляете, я настолько вжился вот в эту мысль, что я должен быть летчиком, вот я десятиклассник, я оканчиваю школу, и вдруг мне говорят, я впервые столбнулся, вот как ударился о стену, так что, я не мог представить, в школе, если знали, что там, это самое, в лет ночи, или что там, и вот отсюда начинается все-таки формирование, вот, в молодом возрасте, как ты сумеешь, вот, все-таки, вот с первым таким, с первым препятствием, таким, как ты себя поведешь, вот, я же говорил, очень много было желающих, это самое, проходили комиссию, вот, никаких у меня родственников, никого в жизни, это самое, нет таких, кто мог бы тебе подсказать, помочь, так далее, вот, и я пошел к представителю комиссии, к полковнику, и ему говорю, вы знаете, я хочу быть легче, вот, вот, в жизни все-таки, вот, все-таки такая есть вещь, когда человек излучает глазами, мальчишка, и вот он на меня смотрит, ну, казалось, я говорю, знаешь, парень, давай, иди там, отдыхай там, еще через год попробуй, чтобы поступить, иди там, работай, учись, вот, он на меня смотрит, а я вот так стою, вот, знаете, он приезжает, говорит, я должен быть легче, вот, и он говорит, ну, давай приезжай завтра, и вот я поехал в Москву, там у меня бабушка жила, июль месяц, жара стоит, это самое, потом я на свечении рано, приехал, вот, и, это самое, под кустиками какими-то там лег, чтобы успокоиться, так, чтобы после этого успокоился, воды не пил совсем, вот, чтобы у меня пульс там, это самое, нечто, и началась комиссия, и я вот смотрю, это сын, и входит полковник, герой Советского Союза, с ним сын, я вот сижу, ну, и вот, к этому парню, все, дорога открыта, вот, я стал проходить комиссию, и меня вот так на пределах, это самое, почти уже, ну, на пределах, ну, так вот, видимо, такое было желание, и председатель комиссии это чувствовал, вот, как-то, видимо, поделился с врачами, и, значит, мне председатель комиссии говорит, знаете что, знаешь что, если поступишь, то не мешай, вот, и дали мне добро, ну, когда я приехал в Оренбург, я прошел все, ну, там уже все нормально, все нормально, вот, видел, как, вы понимаете, вот, я же сказал, полтора тысячи, я видел романтиков, которые двигались просто по желанию, там, привлекал авиации, как эти романтики спокойно приезжали, спокойно же приезжали, видел тех, которые переживали, мальчишки до 17 лет, которые бросались и уговаривали там, что вот я хочу все-таки летать, а в силах, действительно, там, где-то по здоровью, потому что там уже плен, на ночи, еще и про камеру надо проходить, и качели живого, вот это самое, по вестибулярному фронту, не выдерживали, и видел вот это, колоссальную вот эту, как бы, в молодом человеке вот эту трагедию, казалось, трагедия-то потом если в жизнь появился, но трагедия, что человек мечтал и вдруг его остановил, но приходилось, приходилось уезжать, вот. вот, в общем, после того, как это самое, говорю, у меня мои стали отремонтировать в 65-м году, я восемь раз проходил медицинскую карточку, вот, все время проводила вот эту самую гитартику, вот, я, вот моя жена здесь сидит, мы с ним, может быть, вспоминаем это, я помню, лето, и вот мне присылают, вот, самую записку, значит, езжай в авиационный госпиталь центральный, это в Сокольниках, вот, мы приезжаем, вот, самую на автобусе туда, и вот за забором смотрим, ходят летчики, как, знаете, в кинофильмах, вот, вот, небесный тихоход, в голубых пижамах, с белыми мальничками, там, это все так веселье, я иду, вот, за руку беру, а у меня рука влажная от этого самого, от волнения. Ну, в общем, пришел туда, стал проходить, кстати, торопит, я здесь все нормально прошел, вот, а потом меня стали проверять двестибулярный аппарат, у меня опять подскочило, а почему подскочил этот самый пульс, вошел в берегов Быковский, а он только шесть летал, вот, там, вошел космонавр, вот, представляете, Быковский, там, КБ, на четвертку, что-то не помню, он вошел, сел на бушетку, забрал ноги и на меня смотрит, ну, что тут у парня, как дела? Вот, они говорят, да вот что-то подпрыгивает, у меня пульс, вот, и начали они так, друг с дружкой, мерить меня, был главный терапевт госпиталя Федоров, вот, и по уху был нос, и по полковник Брян, ну, вот, и, значит, это самое, Быковский, да вы парня сейчас загоните, ну, что вы трыгаете? То у одного нормально, у другой не нормально. Ну, в общем, вот это был, стартовые были условия, да, такие, вот, данные, заложилось, кроме этого, конечно, вот здесь, в этой книге, многие воспоминания там, я, например, там написал из-за этой географии, в общем, потом меня распределили, значит, распределили на предтрете Сергея Ивановича Королева, я пришел туда и попросился в воспитательный комплекс, воспитательный комплекс, который возглавлял начальником отдела был Сергей Николаевич Анатольев, летчик-воспитатель, одноглазый, 1-й Советского Союза, очень знаменитый, и так далее, и так далее. Вот, но в это время я не прекращал летать и полностью погрузился на работу. Что такое погрузился? Значит, я пришел в диплом дело в 65-м году, в 66-м году, значит, я уже, это самое, приступил к работе инженера, вот, и попросился работать в экономии, на испытаниях. Это счастливейшее время, непосредственно, конкретная, конкретная работа в экономии. Я не забуду, первые прилеты, да, это ночь, где-то слабенькие гайки, это самое Кюратама, лениться там вдалеке. Вот, и вот это состояние, состояние, представьте, молодого инженера, что ты приехал, это самое кону, где вот стартовал Гагарин, где был запуск и Роскуль, как вы знаете, такой возвышенный, вообще это священное какое-то чувство, вообще человек должен это испытывать. Вот, когда увидел старт гагаринский, я стал работать с людьми, вот, колоссальные, колоссальные относимости, это школа необыкновенная. Вот, в Бриканурии работа идет таким образом, это в 9 часов технического руководства и в 4 часа . Значит, в 9 часов ставятся задачи, потому что изделия там готовятся к пуску, в 9 часов ставятся задачи, в 4 часа ты должен сделать по вот этим замечаниям, которые касаются твоего работы, должен сделать какие-то предложения, которые же должны быть реализованы, или же в экреграммах, которые ты должен направить на предприятие, подготовленные технические решения на замену, на ремонт и так далее. Вот, т.е. жесткая система планографика, по которым ходили системы. Вот, разгильдяется, какой-то необязательности, каких-то объяснений, там не допускается, не допускается. Вот, и многие этот простой, казалось бы, режим, конечно, не выдерживали. Вот, они получали, никто их, это самое, никаких выговоров не делал, просто зам технического руководителя, с которым мы очень потом подружились, Аркадьевич Асташов, его брат был командиром бригады, пусковой, вот, представьте, опыт бригады Ленинской премии. И вот его брат, это самое, Евгений, он сгорел вместе с маршалом Неделином, тогда, когда произошла армада. Вот, и он захоронен в Ленинске, в Пуску. И вот, и когда он умер, то попросил тоже вместе с братом, там, Ленинске их, это самое, похоронить. Вот. Значит, вот эта школа, и что она еще, какое здесь, это самое, школа чем она интересна и богатая? Ну, представьте, две гостиницы, два корпуса, ну, там, не считая казарм, вот, военнослужащие, и все, и главные конструктора, то есть известные люди, ученые, начальники отделов, комплексов, вечером, это степь, и здесь сидят около гостиницы на скамейчиках. И вот стоишь, ты молодой инженер, смотришь на этих известных людей, и в обычной такой среде, в рабочей, где они одеты, там, спортивные брюки, там, рубашки, там, шажарки, и вот ты смотришь на этих людей и слушаешь их, ты представляешь, слушать, видеть этих людей. Они возглавляют коллективы, предприятия, конструкторские бюро, а здесь они обычные люди. Вот. И ты опять думаешь, какой ты счастливый, что ты, вот, можешь быть рядом. Это огромная, огромная школа. Вот. И, значит, в 67-м году, так я работал непосредственно на этой работе, по подготовке изделий к куску. Меня направляют, вот, тогда была программа ЗОН «Таблеты Луны», у меня был начальник непосредственно, генерал Халутин, ветеран войны, очень мужественный человек, мужественный цель. Если он 87 лет прыгал, прыгнул с парашютом на Северный полюс, что это за человек? А вот, был такой мощный, здоровый дядька, начал войну командиром полка, потом был замк начальника Академии Гагарина, вот. И опять вот общение рядом с таким непосредственным руководителем, опять мощная школа. И вот он у меня в 67-м году говорит, ну, давай, вот, на флот тебя, ну, я вся работа в деталях не буду, потому что работа такая шла, приходилось, он говорит, ну, призовут тебя на флот, и с нашей поисковой эскаверией, восьмой эскаверией из Севастополя от отхода, и пойдешь в Индийский океан, там был аварийный район, по возможному приводнению наших аппаратов зон, которые облетали Луну. Почему в Индийском океане? Потому что после облета Луны корабль возвращался со второй космической скоростью. А для того, чтобы погасить эту скорость, он заходил со стороны Южного полюса, значит, был такой рикошетинг, то есть он ходил под маленьким углом атмосферы, ну, как камень, бросаешь высадку по воде, и он так скачками прыгает. Вот здесь такой же раз, это самое первое погружение проходит, он скорость гасит, и второе погружение уже проходило где-то вот уже на нашей территории с посадкой в Казахстан. Вот, но если при первом погружении в двух системах управления не справлялось, и угол был больше, это самое необходимое, то он погружался в атмосферу и должен был там приводниться. Вот, вот на тот случай, если он там приводнится, ну, потому что в то время было, знаете, как и сейчас, противостояние с Америкой, соревнования с Америкой было в космосе, все противодорожные смотрели. Ну, и чтобы этот аппарат, тем более он несет информацию, первый аппарат, который зон пятый, потом я с ним пришлось уже работать в Индии, который прилетел и приводился таким образом в Идийском океане в шестьдесят восьмом году, он первые снимки, это сам привез обратно с того, наверное, и первых пассажиров, это в двух черепах, вот у меня пришлось кормить уже до самых бомбей, вот. И вот я отправился вот туда, на этих кораблях, тоже школа, двадцати тысячи двести восемнадцать миль на боевом корабле, в восьмоминском кадре. Вот это поделиться бывает с молодежью, вот здесь я рассказывал, я сейчас написал большую-большую книгу, вот ее хотят, правда, это сложно, вот хотят дремя-то маме издать, это о жизни уже, это о космосе. Но потом я все-таки решил, и что же, вот и с чего складывать жизнь на себе. Вот, я небольшой такой сделал перескок, вот с того, потому что работая там, опять, понимаете, школа вот проходит учение, и вот командиров кораблей нужно было, это самое, с ними делиться о том, как в случае приводнения, аппараты были все наши системы подрывов тогда, все диспрудные аппараты. Вот, на аппаратах системы есть затопные, которые, гамма-лучевые, из азотомеры, это заряженные системы с пусками, кисные двигатели, мягкие посадки, пороховые, то есть очень много сложных систем, но при этом на работе с этими системами нужно сохранить научную информацию, вот, чтобы не допустить ошибку, чтобы все это смазалось. Это колоссальная ответственность. И мне приходилось с командирами кораблей вот это все, вот, по технической части с ними говорить. Конечно, задавали они мне вопросы, на которые все не могут ответить. Да, большинство не могут ответить. Это матерые, опытнейшие люди, вот, я молодой, я стою в каюте у нас компании, потею, жара, Индийский океан, никаких кондиционеров, с меня потает, как будто льется, как будто я под душем, мне стыдно, вот. Телефонов таких вот не было, чтобы там позвонить, задать вопрос, узнать, что у нас за связь через Кашкент. Я только говорил, вы извините, я запишу. И вот я записываю, в общем, я записываю. По сути, я не знаю, это сам, у нас был разговор, я учил, или мне задавали вопросы, я больше всего задавал, записывал. А потом я по ЗАСу их отправлял на предприятие, и мне, мой руководитель, там уже со специалистами, мне прислали ответы, я их давал. И вот я вышел после первого занятия, встал около Ильеров и стою. Я говорю, позор, а мне же полгода, сам в корабле ходил. Как я буду ничего этого вопроса удивило. На многие вопросы ответить не смог. И ко мне Трофимов подходит, Сан Саныч, начальник штаба был эскадра. Катушев был командиром эскадры. Мы отсюда из Севастополя уходили с минной. Это было 25 сентября 1967 года. Обнял меня и говорит, молодец. Честно говорил, что не знаешь, всем понравилось, но все это знать не можно. И то, что записывал, все это расскажешь, потом принесешь до людей и так далее. И вот через такое общение, через поддержку, через этих людей, вот это все внутри откладывался, вот этот стержень, что ни в коем случае нельзя ловчить ее. Ни в коем случае, что все время ты должен нести ответственность за свое слово, за свою позицию, за честь своего предприятия, за честь себя, когда стал космонавтом, а потом я работаю в Академии наук. Вот это закладываться должно, конечно, очень много. Это со школы, в институтах, в семье. Вот как это все сделать? Ну, буду считать, что мне в жизни судьба так мне посчастлива, чтобы пройти такие вот жернова, в которых я уже вот в этой большой книге, которая сейчас полностью готова к изданию, но, к сожалению, настолько она острая, проблемная, вот она будет из трех частей стать, из трех томов. Первая, это я вам впервые называю, вот, устоять на дороге в космос, это первый будет. Второй, как реализовать себя после завершения космических полетов. И третья, жизнь страны глазами космонавта. Вот, дальше все это написано, это все и боль, и переживания. Вот дядя ей уже, у меня 74-й год. И, конечно, ответственность перед своей страной, перед людьми, которые я люблю, преданные. Вот это, вот это я все постарался там передать. Вот, школа. И вот то, что я рассказывал с этого председателя медицинской комиссии, вы знаете, удивительные вещи. Удивительные вещи. Я таких людей встречал и дальше. Может быть, у меня есть вопросы, потому что я могу, конечно, рассказать. Я вижу ваши заинтересованные глаза, я на них отвечу, и вы мне поможете даже какие-то дальше вот вспомнить, вот стали руководителями и так далее. И вдруг начальство вот это все, вот эти мальчики, там девочки, которые, откуда-то как-то, стали миллиардерами, вот эти скупили ваучеры, мешками там у всяких это самое людей, да. Вот. Я почему, немножко после операций, катарактами написали. Вот. И вдруг миллиардерами стали. Ну, представьте, сидит генеральный конструктор, сидит директор предприятия, которого зовут, все. У меня такая же есть семья. Тот, друг, там, уже поехали на мерседесах, там, чего-то начали воротить, заграничные поездки. Потому что я почему, говорю, я все это, как говорится, на моих цветах глаза. Вот. И они начали, говорят, а я что-то не могу, это самое, использовать свои возможности. И, к сожалению, к сожалению, вот это яд, вот эта отрава, она стала разъедать, разъедать, притом очень уважаемых людей, очень много сделавших людей. Вот. Которые стали вот в этом ажиотаже не упустить время. Так. Так. Так же, как защитить свою семью, как они для себя это все приняли. Вот. Тоже, как говорится, от всего этого времени что-то для себя обрести и так далее. Но это зараза такая, вот я написал, что вам сказал, радиация наживая. Вот. Она разъедает все хорошее, все сильное. Вот. Она разъедает, и человек сам не замечает, как становится, вот, становится рабом этого стяжательства. Вот. Там он построил такую дачку, там там другую, потом где-то за границей и так далее, так далее, так далее. И вот это же вы видите, сколько в космонавтике вы считали, прямо на Восточном какое, это самое, заработную плату не платили, сколько там это самое денег там, это самое ушло из бюджета где-то. Вот. А вы возьмите, сейчас генеральный конструктор Лопота, это генеральный конструктор предприятия Королева, находится под домашним арестом, понимаете. Вот Урличич, который был генеральным конструктором ГЛОНАССОВ. Вот. Так же замешан в это самое, где-то пятьдесят миллионов это самое. То есть много руководителей, вот, оказались заболевшими вот этим делом и так далее. Ну а что такое руководители? За ними пошла другая порция. Значит, для того, чтобы уже заниматься стяжательством, нужны удобные люди. Уже, знаете, надежный человек в технике, человек, который крупный специалист, или тот, который тебе удобен вот это все делом покрывать вместе, все это делать. То есть, начала формироваться среда. Понимаете. И вот эта среда стала, понимаешь, двадцать, сколько там, двадцать, там, уже четыре года, что мы там все пребываем. И вот это все стало формировать. Стали приходить люди, которые другие ценности. То, что я начинал говорить, когда ценности — это реализовать семья, свои знания, полумы, честь семьи, гордость Родины. Так вот это все, 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 что отличало нашего человека от тех всех, кто вне нашей страны. Это высочайший был нравственный облик. Вот. И почему нам и завидовали, и нас и боялись, вот, и не знали, как это самое вообще к нам можно, с нами на каком вот уровне можно разговаривать, решая свои какие-то там экономические, там, политические проблемы. Потому что остров был очень сильный. Значит, ну, о традициях хороших и очень прекрасных. Значит, вот одна, когда экипаж выходит из гостиницы, то есть из комнаты, где живет, значит, мы живем в комнате экипажа, вот, то на дверях мы расписываемся. Я вот не представляю, потом я спросил, где же эти двери хранятся, потому что сколько уже налетало космонавр? И вот фломастер мы расписываемся на эти, буквально перед тем, как садиться в автобус, уезжать на старт, мы оставляем свои подписи. Но мне сказали, что в гостинице «Космос», это 17-я площадка, это самое, Ленинский, на Байконуре, что там все это дело достойно хранится. Даже мне говорили, кто-то там оттуда, куда-то из-за рубежа, хотел это все выкупить, но это все не отдали. В общем, все это хранится. Вот такая хорошая традиция, которая появилась сегодня. Вот. Ну, какие еще вам традиции? Есть традиции в Агии, в которой мне это самое, да? Отдыхать дайте, дайте. Я вам как бы повернул традицию, потом я буду 22 дня, думаю, я вам договорил. Вот. Хорошие, человеческие, понятные традиции. Наследствие всего этого, понимаете, и для семьи, для всех, и для твоих детей, это надо все делать. Поэтому тут не до каламбура. Здесь вот это внутреннее, насколько ты в жизни прожил, а сколько ты веришь в самого себя. Понимаете? Веришь. Вот. Я могу много приводить примеров, где вот благодаря вот эту веру в себя, ее с детства нужно вот это самое, воспитывать. Она по крупицам, по крупицам она складывается в этот, такой, знаете, этот фундамент, стержень, как хотите. Вот. При этом это все подвергается тому, чтобы его разрушить. Вот. И жизнь тебя все время проверяет, насколько ты все-таки целен. Вот. И когда, вот как я вам говорил, с председателем это самое. И мы счастливые, что вот мы в этом прекрасном оазисе с вами живем. Вот. И при всем прекрасном, что у нас замечательная природа, все так далее, и так далее. И мы самое высшее существо, которое обладаем разумом. Вот. Ну разум это разум, ладно. А самое главное то, что мы с вами обладаем душой. то, что непонятно, но... Которые... Есть некоторые вещи, которые сходу их трудно понять. И можно нафантазировать, что хочешь. Вот. Вот, например, ну, пример вам простой. Я один раз смотрю в иллюминатор. Это было в темноте. И вдруг смотрю, думаю, бог, вот там горит, там летающий тарел, прям идет корабль, прям на меня. И даже габарит на огне, зелененький с красный. Понимаете? А притом, это на фоне, это самое черное черноты, это самое небо, там небо черное такое, со светом. И вдруг даже немножко так, знаете, это самое, остолбенел. Вот. И, ну, все-таки, думаю, хочу, даже как будто это геометрический размер даже ощущаю. И так стало, значит, при нём, кондимент рассовываться. И тут вдруг стало восходить Солнце. Станция от неё, она живёт, там, микрометеоритные потоки, солнечная радиация и так далее. А к теплозащиту отслаиваются частички. Теплозащита. И вот частичка при низких углах Солнца, то есть Солнце ещё за горизонтом, и подсвечивала, я-то ещё Солнце не видел, оно было ещё за горизонтом. Вот так, мы летим в сторону Солнца. Вот. И преломление, ну, как обычная призма, дала преломление, а так как чёрное вот это глубокое пространство, и появилось такое ощущение, как будто это самое, на тебя какое-то неизвестно так надвигается. Вот то же самое, один раз, то есть, видите, у загадок бывают отгадки, но для этого нужно просто в топливный взгляд, и всё-таки не зафантазироваться. Можно пробовать, как дирижал, такой, вот, я смотрю, не могу понять, что такое, ведь уже этими тарелками, знаете, наслушан, начитан. Ну, и так, опять внимательно так стал смотреть, вот, под разами так, главенную, что же такое мыло. А потом разобрался, тень от облака, более высокого от того, тень, и это самое, на поверхности океана образовалось, это самое, вот такое пятно, и это пятно, так как океан тёмно-синий, так, вот, это область, и такое ощущение будет, как бы, объёмного размера. Мы с Конрадом, и у нас дома был своей женой, журналистом, он 36 рублей на часов в ромной вне, мы с ним это подрывали, как я, кто его специально так припыли. Потом у нас же на бутылке встал прекрасный джуз, но моя жена, словно, взяла эту бутылку, выкинула, подумала, что отпускай и выбросила. Я говорю, что там это это самое. Вот, так это. Вот, и мы с ним разговаривали, вот, говорят, что, то самое, вы там кого-то видели, ну, вы не. Мы, да нет, мы, наоборот, у нас разговор идут, что вы там засекретились, вы там что-то видели, ну, да, да. В общем, вот так обвиняли, что не мы, не они там, никто ничего. Вот, так, значит, что еще? Что еще? И люди, вы прекрасно понимаете, сымитировать полет на Марс, то есть на Луну, его просто невозможно, это же не на Земле, это же, во-первых, телескоп, это радиосвязь, время прохождения, это пеленгация, это когда они были на Луне, это же все спокойно, это самое, фиксируется и так далее, и так далее, документироваться, это телеметрия, ведь идет огромный поток информации с корабля, идет взаимный туда и сюда, вот, контрольный параметр, поэтому это все такая, вы знаете, сегодня людей наших, да, просто развращает бульварщик, вот, к сожалению, она, она вот, находит это самое, она принимается, вот, а если я немножко так подумал, на какой там, конечно, там, блин, а на Луне, это когда-то, да. Продолжение следует...